В Актюбе пытаются сдержать цены на подсолнечное масло. На продукт установили предельную стоимость. Теперь литр не должен быть дороже 608 тенге. Но предприниматели от решения чиновников в восторг не пришли. Говорят, закупочная цена гораздо выше заявленной Акиматом. А в Караганде торговцы тем временем требуют льгот. По-другому, говорят, снизить цены невозможно. Репортеры КТК в регионах пошли по магазинам и присмотрелись к новым ценникам. Актюбинские чиновники пытаются сдержать непрерывно растущие цены на подсолнечное масло. В регионе уже обозначили предельную стоимость этого продукта. Ближайшие три месяца литр не должен превышать 608 тенге. Тех, кто рекомендует продавать дороже, ждет штраф до 200 тысяч. Сейчас, допустим, все производители и продавцы ведут работу по поиску более дешевого масла. Эта мера вынужденная, она ограниченная. Срок действия ограничен. То есть на определенный период она не будет постоянно целый год. Попытка чиновников заморозить цены вызвала у предпринимателей мороз по коже. Идею восприняли, мягко говоря, с недоумением. На единственном крупном коммунальном рынке самое дешевое подсолнечное масло сейчас стоит 680 тенге. На базаре уверяют, даже если сильно постараться, дешевле уже не найти. Нам привозят, например, по 650, по 630, и дальше мы только делаем надбавку 10%. Больше наших права нет. Нет такого у нас производителя, чтобы подешевле цену принес. Такого нет у нас. А в социальных магазинах Актубе подсолнечное масло вообще исчезло с прилавков. Продавцы говорят, последний разобрали еще неделю назад. Покупать новый завоз уже не планируют. Слишком, говорят, дорогой товар. Я много заготовила, но не хотела. Люди, оказывается, перекупали и в магазинах продавали. Я уже на рынке по 2-5 штук давала, но они по 10, а и на алкель, как говорится, забирали. Масла нету. Сейчас на фирмах есть, но это все дорого. Подсолнечное масло по 608 тенге за литр все же есть. Его продают в супермаркетах. Администрация объясняет, все, что дороже, убрали с прилавков. А то, что оставили, продают в ограниченном количестве. Не больше двух бутылок в руки. А трех- и пятилитровое масло и вовсе только по таре на человека. Карагандинские чиновники пока не прибегают к радикальным способам. Хотя и здесь посолнечное тоже дорожает не по дням, а по часам. С начала года оно выросло в цене уже на 15%. Торговцы традиционно ссылаются на поставщиков. А еще раскрыли секрет, почему в супермаркетах удается продавать дешевле. В супермаркет масло поставляется, со скидкой делается. А в маленькие точки это ничего не делается. Поэтому здесь такая цена идет. Там акции, да, им выдают акции. Поэтому у них масло идет дешевле, чем, допустим, в этих маленьких отделах. Но, похоже, чиновникам еще не раз придется ломать голову над тем, как сдержать цены. Ведь наряду с готовым продуктом дорожает и сырье. В частности, в Коксчетау уже на 200 тенге подорожали семечки. Если раньше килограмм продавали в пределах 300 тенге, теперь просят не меньше 500. Динара Уркумбаева, Айгерим Бухтаева, Мирамбек Симанов, Николай Колесниченко, КТК.